Доброе утро, друзья! В эфире «Завтрак в городе Че» и передача «Доброе утро!» С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня мы приготовим вкусный, полезный тост. Его же можно назвать десертом. Для этого нам потребуется серый хлеб. Я возьму два кусочка, возьму одну грушу. Также нам потребуется творог. Творог я взяла сегодня зернистый. Буду использовать джем. Джем малиновый. Вы можете взять любое варенье, которое есть у вас в закромах. Также я буду использовать небольшое количество миндаля. Вы можете также использовать миндаль или взять грецкий орех. В общем, любые орехи, которые есть у вас в кухне. Для того, чтобы приготовить вкусный тост, естественно, необходимо обжарить хлебушек. Я это делаю в сковородке. Вы можете воспользоваться обычным тостером. Кстати, очень здорово будет, если вместо хлеба использовать бельгийские вафли. Наверное, все сейчас знают, что такое бельгийская вафля. У многих на кухне существует такая вафельница электрическая, современная, а может быть, даже и советская. Все помнят с советских времен вафельницы, в которых получались такие вкусные трубочки, начиненные вареной сгущенкой. Так вот, на вафле вот такая начинка тоже была бы очень ничего. Кстати, можно использовать хлебцы. Диетические хлебцы для тех, кто совершенно ограничивает себя во всем вкусном и калорийном. В общем, вариантов массы. Сегодня мы остановимся на классическом. Это хлеб. Я люблю использовать серый хлеб. Вы можете взять также белый, вы можете взять батон, багет. Вы можете даже взять бородинский. Наверное, будет такой экстремальный вкус сочетания. Хотя, почему бы и нет? Эксперименты это очень хорошо. Так, ну что, вот он хлебушек, уже хрустящий с обеих сторон, румяный. Я убираю сковородку с огня, выключаю конфорку, чтобы не было жарко на кухне. Так, теперь я возьму тарелку, наверное, сразу возьму тарелку, выложу хлебушек сюда. Затем я намажу тонким слоем варенье. Все-таки запретный такой продукт для многих. Хотя, например, для детей это идеальный вариант завтрака, потому что это сладко, это полезно. Здесь присутствует творог, который многие дети, скажем честно, недолюбливают. Я думаю, что джем, груша и орешки сгладят этот момент. И завтрак будет уплетен за обе щеки с большим удовольствием. Вот так. Теперь выкладываю творог. Творога выкладываю немного. Примерно вот так. Много не накладываю, потому что неудобно будет есть, творог будет рассыпаться в разные стороны, это раздражает. Не будем портить себе настроение с самого утра. Итак, приготовим удобные тосты для поедания. И вот, пришло время груши. Что я делаю? Я разрезаю грушу вот на такие кусочки. И буду сейчас укладывать на наши тосты. Выкладываю грушу. Вот так. И сверху посыпаю колотым миндалем. В принципе, можете использовать миндаль колотый или слайсы миндаля. Такое тоже бывает в продаже. Это удобнее, когда вам необходимо просто посыпать миндальной стружкой. Если же у вас цельный, нужно просто потратить полминутки и отправить его в блюдо. Ну, собственно, именно так мы сегодня и поступаем. Вот так я выкладываю орешки. Все, блюдо готово. Приятный, вкусный, полезный завтрак готов. Отправляйтесь на кухню, повторяйте за мной, пробуйте. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok